Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла-фьюзинг-канна. Добро пожаловать на мой канал. Перед вами мой типичный обед. Обеды, в принципе, и ужины у меня равноценные. То есть, на обед и на ужин у меня в текущей калорийности 2000 ккал за день, по 1000 ккал за один. Получается прием ровно пополам. И продолжаем съемку видео, продолжаем кето, продолжаем все то, что было. Несмотря на пропуски, три дня. Что я делала три дня? Три дня я была на ярмарке у нас в торговом центре, в центральном, так сказать, города. Ярмарка пошла более чем успешно, замечательно. Все было очень хорошо и в плане организации и всего такого. При этом полностью я соблюдала режим. То есть, и по времени я... Ну, я, естественно, с собой брала. Я по времени ела, как положено. В 12 я обычно обедаю. И в 6 часов, ну, там, конечно, на ярмарке была возможность быть очень точной. Поэтому у меня вообще, в принципе, как бы вот без 15 и 12, и без 15, допустим, 6. Ну, если вот в таких обстоятельствах, как на ярмарке, я, значит, обедаю и ужинаю. И, соответственно, я там полностью соблюдала режим весь, естественно, питание. Брала с собой все взвешенное, замеренное и так далее. То есть, всю полностью и калорийность, и, естественно, кетопропорцию соблюдала. Но при этом, конечно, были такие недостатки в этом питании, потому что, ну, во-первых, это сухой паёк. Ну, то есть, это такое, всякое вот такое... Салаты это были, допустим, зелень и какие-то овощи. Это просто порезанные, как говорится, большими кусками, просто сырые. Это не салат, а такое вот. Вот, но самый главный недостаток, это, ну, в общем-то, очень вкусно было, но при этом было очень много копченки. Это была сырокопченая колбаса, это была просто ещё колбаска такая вкусная. У нас, кстати, делают, мы такой регион, мясо молочное, у нас вот это всё можно найти. Не очень дорого, но очень приличного качества. Поэтому, ну, и, в принципе, как бы то, что написано, заявлено на этикетке в плане, там, белков, жиров и углеводов. Ну, в общем, короче, я склоняюсь к тому, чтобы этому верить людям на слово, как говорится. Вот, я имею в виду про колбасу. Ну, в общем, там колбаска была сырокопченая, она в любом случае такая высококачественная, такая ещё более или менее такая полукопченая была колбаса. И очень много я съела варёно-копчёного бекона, на котором я однажды в своей жизни недели две просидела вообще чисто на нём. И чувствовала к себе при этом, как никогда до этого, замечательно. Это были две недели абсолютно счастливого пищеварения. Поэтому, собственно говоря, моё кето и вдруг произошло, вот, спустя много-много лет, три года назад, произошёл со мной, так сказать, всплеск и вот этот вот импульс, основанный именно на тех воспоминаниях, прекрасно прожитых двух недель на сырокопчёном варёно-копчёном беконе. В общем, короче, но при этом и даже копчёнка, и всё, и бекон, и колбаса, ну, то есть, короче, я три дня, в общем-то, ела такую еду с точки зрения, там, не знаю, поджелудочной, желчного и всего такого, как бы не очень здоровую. Но при этом хочу отметить, что моя поджелудочная пережила это совершенно вполне себе неожиданно, я бы даже сказала, совершенно хорошо. Мне не пришлось даже вспоминать ни о каких ферментах для приёма пищи, я уже не говорю про там, есть интуки 17, которые в этих случаях прекрасно мне помогали. Вот, ну, и, кстати, самое интересное, что я и на весы встала сегодня, кстати, да, сегодня же даже ещё и понедельник, у меня же типа отчёты, ну, иногда, когда я вспоминаю, что в понедельник у меня отчёты по весу, сегодня я взвесилась, у меня было ровно 72 килограмма, то есть, вес никуда, ни туда, ни сюда, несмотря на три дня сидячего образа жизни почти тотального вообще, то есть, ну, как бы, я не говорю о том, что там, не то, что движения было мало, ну, и о 10 тысячах шагов в день вообще и речи быть не могло. Так, ну, а что сегодня у меня на обед, это у меня, опять же, последствия этих трёх дней, а в данном случае конкретно, я бы сказала, что это вот ломка капустная. Так получилось, что среди этих овощей, которые я брала с собой три дня, я не брала, не было капусты, вообще никакой, ни в каком виде. И, честно говоря, у меня просто сейчас аж прям, меня аж прям подколбашивает, прям, подкапустивает, я бы сказала, потому что прям вот не могу. Я просто сделала салат, порезала миленько капустку белокочанную тонко-обычную, и здесь только укроп и капуста. Рыжиковое масло столовой ложкой заправлено, морской солью посолено, в чём, как говорится, по минимуму. В общем, вот прям не могу, аж прям меня вот прям подкапустивает от вида этой капусты, и вот просто как сильно хочу вот сейчас просто этой самой капустки. И, кстати, ну, естественно, три дня-то у меня было вообще непонятно. Вот у меня уже приготовленный вот этот вилок, этот капустный, и я сейчас его, ну, уже после того, как поем, я сделаю его, так называемый, свой тактический салат, то есть, ну, такой уксусный салат, который будет, ну, многоразовым на 2-3-4, может быть, дня. Туда добавлю овощи, какие есть, что найду, и уксусиком немножечко ещё его заправлю в данном случае, ну, то есть, чтобы он так хорошо ещё постоял. И, опять же, соскучилась, естественно, по жидкой пище, поэтому сегодня у меня в меню рассольник. Так, это у меня свиной бульон был тоже в холодильнике, уже давно сварен, и не знаю, когда я его просто разогрела. Огурцы солёные здесь использованы, то есть, квашеные, так называемые, ферментированные, и я их просто туда на тёрочке потёрла. При этом я этот огурец даже не считала, потому что солила сама, и сахара там нет в принципе, то есть, это просто огурец со специями и солью в чистом виде. Вот, ну, и здесь 20 грамм майонеза, опять же, домашнего приготовления без сахара. А, ещё сюда вбито одно яйцо, так сказать, в кипящий бульон, вбито сырое яйцо. И на, у нас на белки и углеводы сегодня ещё продолжение, у меня куриного паштета, которого там ещё дофига и больше, и не на один раз хватит. Ну, ну, на пару раз точно. И заем это всё 100 граммами корейской морковки. Только свежая приготовленная корейская морковочка, всё как положено. При этом, то есть, готовлю я её, в принципе, сейчас для, ну, вот себе положила, в принципе, я готовлю её закрутить в лаваши, не себе, так сказать, естественно. Ну, ещё брынзочка тут чуть-чуть догоник, буквально 20 грамм, по-моему, всего этого. И на десерт арахисовое семечковое ассорти. Ну, то есть, и то, и другое по 20 грамм. И ещё вдогоночку горький-пригорький шоколад. И вообще, в принципе, сегодня у меня радостное такое, такое счастливое вообще состояние было, когда я пришла домой после этой, значит, выставки. Ой, утром приехала и увидела, вот, о чудо, о чудо, я увидела огромную стопку, стопку горького-пригорького шоколада. По-моему, здесь пачек 9 или 10, я даже не считала, понятно, что много. Вот он, этот самый шоколад фирмы Озёра. Вот это вот, как он называется вообще, вот это я не выговариваю и даже не пытаюсь. Просто 97,7 горький шоколад. Самый лучший шоколад. Ну, на просторах, так сказать, Казахстана однозначно. Самый вкусный, самый полезный, самый приятный, самый шоколадный. Если вы даже не на кето, вообще не на каком-то питании и просто на обычном ПП, вообще всем рекомендую. Классная штука. Может быть, не сразу, но постепенно, если вы себя заставите съесть его. Короче, если один кубик съедите, значит, есть шансы, что вообще на это дело подсядете. В общем, короче, вот они, аж прям куча-куча шоколада. Думаю, вот оно. Вот оно, счастье, капуста и шоколад. В общем, короче, сейчас я всё это буду вам, не буду, вернее, показывать, вам не покажу, как я всё это буду сейчас кушать. Если вы кушаете вместе со мной, вам огромное спасибо, что вы при этом ещё и посмотрели моё видео, так сказать, отложили все дела. Вам приятного аппетита тоже, может быть. И кето рулит, магия вечно. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах. Телеграм-канал тоже, пожалуйста, не забывайте. Ссылки в описании. Заходим, смотрим, читаем, лайкуем и всё такое. Ссылки в описании.